Джохар Дудаев был горским евреем, и жена его тоже, и он никакого отношения не имеет к Чечне. Джохар Дудаев был чеченцем. Асаламу алейкум, Томсо, ты видел новый фильм Дудя про пытки? Там, кстати, про чеченцев тоже рассказывали, я надеюсь, хоть какие-то меры будут предприниматься. Алейкум асалам. Добрый день! Расскажи о своем отношении к чеченским миллиардерам Байсарову, Арсамакову, Джабраилову и другим. Как они относятся к идее независимости Чечни? Ну, как-то открыто свое хорошее отношение к этому они о нем не говорили. Поэтому мы полагаем, что, наверное, у них отношение к этому не очень хорошее, учитывая, что они не столько чеченские миллиардеры, сколько российские. Свои капиталы многомиллионные, миллиардные они сделали в России, живут они в России, бизнес у них все в России, так что это обычные российские бизнесмены, миллионеры, миллиардеры, только чеченского происхождения. Соответственно, и отношение к вопросам нашей государственности, нашей независимости у них будет с корректировками на их бизнес, на их капиталы. А их капиталы, их бизнес может пострадать в ситуации нашей независимости, но они так думают, то есть у них есть какие-то риски, вдруг там начнут на чеченцев как-то давить и так далее, они могут оказаться. Поэтому, я думаю, они будут, наверное, иметь негативное отношение, скорее всего, к этому. Ну, а так, быть может, что у них там в сердце, мы, конечно, не знаем. Также, если по отдельности, по каждому пройтись, то Байсаров этого, ну, вообще такой типичный представитель российского бизнеса, дружит с Кадыровым. Ну, в общем, я думаю, он разделяет полностью политику Кадырова. Что касается Арсамакова, то, по-моему, уже даже и не миллионер, его очень сильно переехали, последняя информация о нем была, что его, как, типа, под домашним арестом держат кадыровцы. Короче, что-то, изначально он с ними был в хороших отношениях, Кадыров даже его публично хвалил, но потом что-то они, видимо, не поделили. И, скорее всего, Арсамаков где-то не заплатил, там, не выделил какие-то средства, которые, наверное, в наглую, как путем рэкета, хотели у него отжать. И, в общем, они стали не друзьями после этого. Вот, что касается Джабраилова, то то же самое изначально был в очень хороших отношениях с Кадыровым. Метил, насколько я понимаю, не Умар, а его брат, по-моему, как его звали, забыл я. Хусейн, кажется, Джабраилов его зовут, могу ошибиться. Короче, его брат метил на должность премьера, но когда его не сделали премьером в Чечне, у них тоже отношения похолодали. Вроде как врагами не стали, но и друзьями тоже уже не являются. Но, учитывая, что все они либо дружили, либо до сих пор дружат с Кадыровым, мы полагаем, что отношения к нашей независимости у них, скорее всего, негативные. Джохар Дудаев был горским евреем, и жена его тоже, и он никакого отношения не имеет к Чечне. Джохар Дудаев был чеченцем из чеченского общества Орствой, из Тейпо-Цичой. Но, даже если бы Джохар Дудаев был, как ты говоришь, горским евреем, он бы был нашим горским евреем. И он бы имел прямое отношение к Чечне, к чеченцам и ко всем народам, проживающим в Чечне. И он был бы нашим первым президентом. Неважно, какая была бы у него национальность. Он был чеченцем, но даже если бы он был горским евреем, он был бы нашим горским евреем, и мы бы его любили и уважали, и мы бы его увековечивали, и радовались бы тому, что его увековечивают в других странах и государствах. Это уже, кстати, не первая страна, Турция, далеко не первая страна, которую увековечила Джохара. Как вы знаете, в Литве, в Латвии, в Эстонии, в той же Восне и Герцеговине увековечено имя Джохара Дудаева. В Польше, в Варшаве есть Ронда, круг, такая площадь имени Джохара. Так что Джохар – это легендарная личность, которого уважают во многих странах этого мира. А вот Ахмат Кадыров – это предатель, которого хотят выдать за героя, его последователей. Но получается, это, я откровенно говоря, очень дешево. Не получится у вас. Вообще плохо, как говорится, плохо тот герой, геройство которого нужно как-то доказывать, а тем более нужно фальсифицировать. Такой герой очень плохо. Никто в Чечне не лоббировал открытие каких-то там мемориалов увековечивания имени Джохара ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Турции. Никто это не лоббировал. Ни мы давили и просили это сделать. Это, разумеется, там везде есть какая-то наша община с ними, это все делалось в каком-то контакте с ними, но не мы являлись заказчиками этого. Эти государства сами были заказчиками, они сами были инициаторами того, чтобы увековечить имя нашего президента. Какие-то депутаты или государственные чиновники выступали с этой инициативой. А вам же, кадыровцам, приходится самим платить деньги, покупать кого-то, лоббировать, чтобы где-нибудь на Балканах какую-нибудь там улицу назвали в честь вашего предателя. Ну и то, что происходит в арабских странах, там Иордании, то, что вы открыли эту улицу и какой-то мемориал, то, что вы в других каких-то арабских странах можете его изображение куда-то на здании транслировать. Но это говорит о положении этих арабских странах, их лидерах, к сожалению, не с лучшей стороны, это их рекомендует. Но опять-таки, все то, что делается там, делается не с их инициативой, делается с вашей инициативой. Вы вынуждены везде пропихивать вот эту вот идею его героизации. Асанаму алейкум, Томсо, ты видел фильм, новый фильм Дудя про пытки? Там, кстати, про чеченцев тоже рассказывали, я надеюсь, хоть какие-то меры будут предприниматься. Алейкум асанам. Я видел этот фильм, я посмотрел его, честно говоря, с опозданием, обычно сразу же, когда уходит какое-то интервью Дудя или фильм Дудя, я его смотрю. Но здесь так получилось, что я как раз был в поездке, находился в Норвегии и, в общем, не было у меня времени, так как я постоянно с кем-то встречался, был в гостях или были у меня в гостях. Ну и неудобно было, как бы, два с лишним часа идет этот фильм, не было, в общем, времени это посмотреть. Когда ты встречаешься со своими братьями, естественно, ты занят разговором с ними, и в это время сидеть там вместе с ними смотреть фильм не получается. В общем, поэтому я с опозданием его посмотрел, через, по-моему, на пятый день после публикации я только его увидел. Но это очень крутой фильм, очень хорошая работа. Я очень благодарен Дудю за то, что он уделил этому внимание. И если его кто-то не смотрел, то я рекомендую вам этот фильм посмотреть и поделиться им со своими друзьями и товарищами. Асаляму алейкум, брат, ты говорил, что исторически на лух права принадлежат чеченцам, но ведь также исторически там проживали и кумыки. Не значит ли это, что Дагестан тоже имеет права и претензии? Алейкум асалям. Я не говорил и не говорю, что на него права имеют какие-то люди по нацпризнаку. Это не так. АУХ является частью, всегда являлся частью Чечни и должен быть частью Чечни. Подобно тому, как какая-то территория, скажем, Ленинский район, это часть Грозного. И если придет какой-нибудь президент в России и решит сделать Ленинский район частью Аргуна, от этого он не станет частью Аргуна, понимаете. Грозницы будут постоянно на него претендовать и будут читать это частью своего города. Вот подобно этому, здесь мы говорим не о национальности каких-то людей или тем более территорий. Мы говорим о территориальной принадлежности как к некому территориальному округу, к государству, к республике, к району, к городу и так далее. Поэтому АУХ это все-таки территория, на которой во время еще имамата она относилась к Чечне. Там был всегда наиб от имама. Эта территория входила в имамат. Поэтому, конечно, это территория Чечни. Просто в какой-то момент Сталин решил перечертить эту границу. И после этого территория стала относиться к Дагестану. Это является исторической несправедливостью. И наши братья в Дагестане, наши братья в Чечне должны понимать, что нужно восстановить эту историческую справедливость. Субтитры создавал DimaTorzok